К слову о том, пробовали вы сами лечиться? О, я-то лечусь, естественно, не только здесь. И мы сегодня говорим об уникальности Индиго-Магнитогорска, потому что здесь именно уникальное оборудование. Какое? Об этом в этой передаче и чуть дальнее. И мы покажем, что уникальность в совместности с опытом работы позволяет вам делать практические чудеса. Век живи, век учись. Тема, с которой мы вместе с врачами медицинского центра Индиго-Магнитки нашли подтверждение. Потому что опыт, сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг это лучшие слова бывшего арапа, а ныне признанного поэта России Александра Пушкина. И они говорят об уникальности. Что касается уникальности, так вот, надо пробовать. А лучше, когда проба в лице автора, коим я и являюсь. И чтобы всем стало ясно, где Индиго? И это лучшее место на улице Советская, 195А. Все рядом. Труда, торговые центры. Все рядом. И зона доступа 45 секунд от маршрутки. К слову, об уникальности технологии. Я частый гость и гость не местного разлива. В некотором смысле, Турция интересней. Но в Турции, а она практически в лидерах по оснащению медицинских центров, таких вещей нет. Но эти вещи есть в Индиго в Магнитогорске. И вопрос, кто как работает здесь в идеале. Мне больше нравится, когда человек, реально заплативший сумму весьма адекватную, получает лечение вовремя и на лучшем уровне. К слову, я проходил все такие процедуры. И вот вам идеальный вариант специалиста по иглоукалыванию. Он побывал везде и всюду. К слову, это недалеко. Дальний Восток, это Китай. Чуть ближе, это Тибет, Индия. Так он везде был. И впитав то, как там лечат, выдает это вам. Попробуйте и поймите. Чудеса, с моей точки зрения, лучшего Востока. Что, в девятнадцатом году случился инсульт. Левая рука, левая кисть и левая стопа стали слабыми. Помнятся. Толком вы не лечились, насколько я помню. Неврологи сказали то, что и я бы сказал, будь я неврологом на службе у Отечества. Что раз был инсульт, будьте здоровы. Вот, все. Случилось, выстрел в мозг, ничего не сделаешь. Вот. Но поскольку из неврологии я немножечко вырос, без обид, коллеги. То есть, я решил, что надо попробовать. И помимо отрегулировать давление, решил еще поработать. Вдруг получит все. Надо встать. Да. Над рукой и ногой. То есть, собственно, на самом деле, никто не работает отдельно над рукой. Там никто не приносит ни в баночки простату лечить простатит. То есть, лечим мы все равно человека целиком. Но так вот, чтобы было понятнее, занялись немножко рукой. Вот на 14-м сеансе пациент врет, что стало хорошо. Да нет. Мне интересно, стало? Это вполне серьезно. Покажите, как ноги работают. Можете присядь? Нормально, все. Хватаните, копалец. Ага. Не, не, меня хватит. Схватите. Держите, держите. Ага. Глохо. Все, готов. Здесь работает подзна. Созревает. А так вот сделаем. Ноги так вот ходят, да? На носочки. Ну, хорошо. После инсульта, да? То есть, господа, инсульт не приговор. Это очень тяжелая штука. И мой учитель, профессор Юдельсон, говорил, что инсульт это выстрел в мозг. Это так и есть. Но даже с выстрелом в мозг можно работать. Это трудно, долго, но можно. Китайцы, кстати, не протирают обычно. У них считается, что игла, она как нож, испачканный в масле. Когда входит в тело, сама очищается. Такая у них логика. Ну, у нас положено протирать спиртом. Нам спирту не жалко. Залегайте, бать. Гнездо. Глашу или? Ушки. Ушки. Очень полезная штука. Уши. Друзья человека. Ничего не сделаешь. Рецепты достаточно часто делаются асимметрично. То есть, если я с одной стороны укалываю там, допустим, джао-хай, то я с другой стороны ее не ставлю. Это там свои фокусы. Сколько пришлось обучаться примерно? Ну, я 20 лет занимаюсь. 20 лет? Боже ты мой. А, ну, всегда есть чего почитать, я вас уверяю. Просто выучить, где какая точка, это далеко не то что. А мне еще говорят, что учиться никогда не поздно. Правильно говорят? Ну, так оно и есть. Век живи, век учись, другому помрешь. Лучше не запускать. Лучше, да, лучше не запускать. Я вам скажу, что лечиться никогда не поздно, но лучше пораньше. Потому что у нас обычно принято, вот сейчас, например, в 21 веке, очень модно кушать гормоны по каждому поводу. Более того, это входит в медицинские стандарты. То есть, у нас доктор обязан назначать гормоны. Хочет он этого, не хочет. Попробуй не назначь. Потом страховая компания замучивает. И после этих гормонов приходится людей потом восстанавливать, как ту птичку феникс из пепла. Кроме шуток. Потому что это очень разрушительная штука. Не претендую на истину в последней инстанции, но у меня есть пословица про гормоны собственного изготовления. Что гормон хороший доктор, но дорого берет. Правда. То есть, очень хороший доктор, но берет очень дорого. У меня такая ситуация была. И мне было как раз 12 лет. Первый раз меня иголками лечили. Было очень красиво и ровно. Так вы знакомы с этим? Очень хорошо я знаком. И поэтому я показываю то, чем мы лечим. И самое главное, как мы лечим. О, пошло. Пошло, это называется феномен прихода Дэ Ци. Ну, Дэ это, собственно, приход по-китайски. То есть, просто уколоть недостаточно. Надо разбудить точку, добиться того, чтобы она включилась. Аналогия с нажатием клавиши на компьютере, в принципе, подходящая. То есть, коснуться клавиши, это еще не запустить процесс, да? То есть, надо жамкнуть по ней. Вот то же самое происходит с точкой. Слышали бы вы свой мозг или вы забыли? Но в 90-х годах прошлого века компьютер обыграл в шахматы Гарри Каспарова. Что? В этом году и к годам от прошлого, и это уже почти 20 лет прошло то. И это было круто, но мы знаем, что наш мозг, как и наше тело, и это результат в большей степени уникальный. Кто еще может так насиловать планету, как не человек? Бог дал нам место. Это место не наше. Мы в аренде. Но арендаторы мы странные. А о химических и электрических процессах в голове мы знаем кое-что. Но уровень достаточен для снятия энцефалограммы и биоакустической коррекции головного мозга. Так вот, и то, и другое, и оборудование, и таких вещей в российской природе я не встречал. Чем-то примерно похожим меня обследовали в моем лечебном корпусе. Но здесь электроэнцефалограмма работает. Есть вариант качественной проверки до 8 часов. Тут, поверьте, нужно время. Человек или ребенок от данной центра Индиго-магнитки на советской 195А работает как для взрослых, так и для детей. И он позволяет проверить деятельность нас как в рабочем состоянии, так и во сне. Или вы забыли сладкие сны и не очень. И вот тогда вам больший и уникальный ответ на то, какие процессы протекают в голове и как их можно лечить. Тема другая. Биоакустическая коррекция головного мозга. Теперь вопрос, где тараканы наши тусуются. Где-где? Да в голове. Наша голова, там все и происходит. Да, мозг работает на 5%, но так, как чпокаются тараканы, это еще тот прикол. Теперь их можно успокоить. Ну, мысли наши. Так вот, есть такая штука. Биоакустическая коррекция. Свой мозг, а это как химия, так и энергия, улавливаются и преобразуются в музыку. Вы слышите свои мысли в перекладе на мелодию, которая вами и формируется. Во как! Когда я послушал свой мозг, стало реально проще. И честно, хочется делать это постоянно. Вот мне говорят, что Алексей, ты вот рассказываешь, а на себе ли ты это дело применял? Я говорю, да я на себе все применял, поверьте мне. В детстве у меня также, у меня были очень серьезные головные боли. Да не сейчас, в связи с тем, что я сделал для операции. Вроде таких головных болей не стало. Но тем не менее, то, что за вашей спиной, я это знаю. Это было всегда. И меня лечили, но вот такого качества, такого количества, я никогда не видел. Это какое-то последнее наведение искусства какое-то, по-моему, да? Ну, на самом деле, электроэнцефалограмма – это давно известный метод. И проверенный он совершенно безвредный. Мы снимаем электрическую активность мозга и смотрим, какие патологии у нас есть, или исключаем, наоборот, эти патологии. В чем преимущество нашего аппарата энцефалан? В том, что мы можем снимать длительные энцефалограммы. Ну, давайте все-таки определим, что это длительные энцефалограммы. Потому что мне, как бы, говорили, энцефалограмма в течение, там, ну, 20 минут, да? Но энцефалограмма 20 минут – это что такое? Ну, во-первых, ты пришел, да, у тебя какие-то внутренние дискомфортные дела, да? А если, допустим, человек спит, там же все по-другому делается, правильно? Да, во сне совершенно идет другая активность головного мозга. И самое главное, то, что детям все-таки рекомендуют делать энцефалограмму со сном. Потому что, во-первых, дети не могут усидеть неподвижно в течение длительного времени, там, 30 минут. Вот я еще раз говорю, потому что я был ребенком, и на мне вот энцефалограмма была. Сейчас немножко все по-другому, по-моему, так? Ну, у нас, да, у нас по-другому, то есть у нас детям делают энцефалограмму самую короткую – 30 минут. Считается, что чем длительнее энцефалограмма, тем более она показательнее, результативнее. Вот, и поэтому у нас есть возможность сделать длительные энцефалограммы, ночные мониторинги до 8 часов. Это тоже здесь возможно? Да. То есть мы сюда пришел человек спокойнее, у вас так красиво и ровно, я даже не знаю, как, но спать здесь хочется. Да, здесь такой кабинет у нас снотворный. Снотворный, да? Ну, абсолютно, да, потому что даже те родители, которые сомневаются, что дети уснут, потом убеждаются, что ребенок, ну, просто вот буквально на первых минутах засыпает. Круто? Да, да. Еще круче, во-первых, мой вариант, только мой. Его, правда, внедряли мне лучшие массажисты, а лучший был Евгений Сушков. Что идеален для вас именно массаж, лучший мануальный. Но вопрос о специалистах открытый. Именно мануальный массаж расслабляет то, что убито нашим трудом. К сожалению, это так. Наш труд нас кормит, но в некоторых количествах убивает наше тело. Это, опять же, наша жизнь. Но опыт лучший здесь, в центре Индиго Магнитки, на советской 195А. Потому что здесь один из лучших массажистов города. И он позволяет лечить любую боль. Так вот, что такое боль? Боль передается к нам, голову, по нервам. По нервам голова, используя их, передает на мышцы. А они блокируют и в некоторых случаях вызывают безумную боль. То есть боль, а это нервы. Так вот, есть такая вещь. Да, тема сложная. Но если не устранить онную, боль станет невыносимой. Очень хорошо, что это устройство здесь есть. Очень хорошо. Итак, мною попробованный аппарат. Мною лично попробованный аппарат. Когда вы мне сделали массаж, потом вот эту штуку сделали. Это был идеальный вариант. Давайте все-таки определимся. Мне говорят, что его можно купить. Но стоит ли его покупать, когда проще обратиться к вам? Стоимость этого аппарата 4 миллиона рублей. В районе 4 миллиона рублей. А от 3,5 до 4. Я не знаю, есть ли смысл. В покупке пациенту этого аппарата. Более того, это ведь процедура врачебная. То есть она требует навыка, обучения. И в некоторых случаях в попытке сделать себе получше, вы можете сделать похуже. То есть я еще раз объясняю. Это идеальный аппарат. Из второго подразделения мы говорим об уникальности. А уникальность у нас присутствует в индиго-магнитке. Ну да, он позволяет решать определенный спектр задач. Устранять определенные проблемы. И лучше, чем вот это, наверное, пока нет. Просто все же говорят, а я еще раз объясняю. Процедура телевидения тоже самая сложная процедура. Приходится камеру тяжеленную таскать, правильно? И статика. А где статика? Там проблемы с позвоночником. И у меня это железобетонная практика случается. Раз в полгода мне необходимо сделать массаж. Хороший, качественный массаж. Не простой массаж. Качественный массаж. И в результате, и с этой штукой вы просто убили тот самый нерв. Давайте все-таки определимся. Один нерв, что это такое? Да ничего. Да не то, чтобы убили. Скорее мы создали... Вот, давайте все-таки определимся. Что такое нерв, как он работает и что мы делаем? Мы его не убили. Мы его, скорее всего, вылечили. Вылечили, да? Создали условия в окружающих тканях, в которых он хорошо питается. И создаются условия для того, чтобы он полноценно работал. В дальнейшем он позволял пользоваться вашим телом. Вопрос такой, почему мы сами не можем это сделать? Догадайтесь, как? Да никак. Да, наверное, никак, да. А может быть и можем, но не всегда есть возможности, например, получить это, да? Вы же не можете, например, не таскать камеру? Я не могу так камеру не таскать. Не можете. И взять себе человека, наверное, тоже не можете. Не потому что не можете, а потому что, вероятно, он будет делать не так, как вам надо. Естественно. Поэтому я сам снимаю все подряд. Поэтому есть вещи, которые решаются, ну, как бы сказать, посторонними силами, что ли, посторонним вмешательством. Ну и коль это, как бы это сказать-то, одно из направлений перспективных в медицине, ну, почему бы этим не воспользоваться? А вы работаете. Да. И это все-таки очень хорошо, да? Бак сканирования. Не пробовал, но попробовал. Я, по крайней мере, услышал, как работает мой мозг. Это очень интересная штука. И давайте все-таки объясним. Таких препаратов не так уж много в России. И, по сути, событий Магнитогорск, он на уровне областных центров. То есть не надо говорить, что в Челябинской области только один областной центр. Нет. Вместе с нашим замечательным Алексеем Текслером я скажу, что Магнитогорск – это вторая столица Южного Урала. Магнитогорск – это вторая столица Южного Урала.